так ребят заехал в пещерке на водопад на озеро вот у них тут базарчик такой небольшой есть здесь от вода квадроцикл он напрокат дают очень народу полно здесь стоят вот эти лавочки практически все забиты сейчас купил билет вход стоит 250 рублей внизу он там вот горки есть что-то еще там баню воды вот баня 1 вот здесь вот недалеко в общем вообще места очень много ну и народу тоже много вот есть кстати веревочный парк тарзанка называется ну прикольно можно потом сходить посмотреть пока так скользь пробежались посмотрели как бы везде сделаны помосты такие для купания как бы ну места хватает под палатки очень много есть как и на солнышке есть так и на в тени как бы под березками где-то вот сейчас выбрали место вот еду сейчас там станет вот а ты сжёшься ку гадость как Доброе утро всем! Итак, утро в пещерках на озере. Я иду на водопад. Фух, немножко раз задолбало. На озере красота, туманчик стоит такой. Многие уже проснулись, уже купаются вовсю. И расскажу по дороге о всех тонкостях отдыха на озере пещерка. Всех минусах и плюсах. Там находится мобильная баня. Народ уже, походу, парится и купается с утра. Время, кстати, 5 утра. Вот так вот утки здесь плавают, даже не боятся. Причем их здесь очень много. Солнце так слепит. Ну, начну с рыбалки, наверное. Рыбалка здесь, короче, непонятно. У меня двоякое такое какое-то впечатление о рыбалке. Вроде как рыба есть. Вроде как водоем неплохой. А рыбачить не получается, потому что весь он зарос травой. Вот по такому помосту деревянному. Весь зарос травой и кидать куда-то, вот в траву заходить. И что самое интересное, трава вот все дно устелена травой. И кидать приходится вот даже хлебалку или резину. Поверху ток. Чуть опустил, все, зацепляется за траву. И вот такая вот засада. Это мост на водопад пошел. И сейчас вот вид сверху водопада. Там туман стоит. Вот это прикольно, конечно, водопадка парит. Вот это интересно. Пар такой уйдет. Вот я такой в первый раз наблюдаю. Вода теплая. А утром прохладно. Вот он поднимается вверх. Интересно. Сейчас пойду. Оно тут камешек встану. Вот тут деревья все вокруг водопада. Усыпаны вот такими ленточками. Вот. Все причем. Вот внизу тоже я видел. Ну это как в Алтае. То же самое. Вот вид сверху водопада. Ну прикольно. Водопад, конечно, красивый. Тут спору нет. Внизу тречушка бежит. Вот тоже. Вот так вот между тайгой. Как горная местность такая. Но она недолго. Вот птичка полетела. Сейчас пойду вниз спущусь. Вон там по той лестнице. Вокруг обойду. Итак, а что касается отдыха. Нам с женой, если честно, не понравилось. Мне понравилось тем, что, во-первых, здесь очень шумно. Очень много народу. У всех играет музыка. Такая. Бу-бу-бу-бу. Здесь пивной магазин есть. Причем он недалеко. Здесь эти все за пивом ныряют. Все эти пьяные рожи. Эти крики, визги. Вот до сих пор некоторые визжат, пищат. Еще не спят. Вот. Ну, а самое главное это то, что вода-то не очень особенно. Вот эта трава. В принципе, там есть пляж песчаный. Но он небольшой, такой коротенький пляж. Туда просто привезли песка, высыпали, разровняли. Все. Ну, а так сделаны в основном помосты везде. Ну, такая лесенка ведет к водопаду. Урны не везде, но стоят. И вот сам водопад от него. Пар идет вверх. Вот опять же ленточки, про которые я говорил. Ну, и вот он, собственно, сам водопад. Водопад красивый. Вода теплая. Мы вчера там купались. В дочери. Вообще классно, конечно. Вот там вот массажик такой. Офигенно получается. Вот дерево тоже в ленточках тут. Ну, парит, парит. Как в бане. Сейчас там еще есть тропа идет. Сейчас попробую туда пройти. Там пещера где-то была. Вот надо туда тоже сходить. Вот тоже мусорка. Лавочки оборудованы. Ну, так все по-цивильному сделано вроде. Более-менее хотя бы. Вот здесь уже так прикольно, как будто ты находишься где-то в Тузнецком Алатау. Вот сделали типа купели. Там здесь плюхается вот. Ко мне кто-то выложил. Вот. Мусора, конечно, тут тоже хватает. Хоть стоят и мусорки, но один хрен здесь мусор кругом. Вот. А чем еще нам не понравилось здесь? здесь очень много мошки. Вот сейчас вот она, кстати, убежала, мошка. Но вот утром и вчера вечером она прям нас сжирала прям конкретно. А также комары и бзыки. Они просто сжирают здесь. Я не знаю. Куда идти? Тропа пошла вверх и и вбок куда-то. Так, не знаю, куда идти. Сейчас буду искать. Камни вот такие вот. Вот. Ну, тоже прикольно. Вот тропа как бы вот здесь пошла, а вот здесь пройдущих. Мне кажется, где-то все-таки если это пещера, то она где-то вдоль скалы должна быть. Вот. Дрова есть. Дрова входит в стоимость. Там навалена куча на входе. 250 рублей платишь, заезжаешь, набираешь дров сколько надо. Там уже есть и пиленые, и такие вот ветки. В общем, дрова есть. Палатку выбираешь, где стоять, в любом месте, где тебе понравится. Вот. Что еще рассказать? Ну, пока собственно, вроде как все. о чем-то. так, так. Ну, ладно, сейчас еще что-нибудь вспомню, расскажу. Итак, тропа вот так вот вдоль горы уходит туда в ту сторону. Вот, скорее всего, где-то вот в этой скале пещера должна быть. Вот, кстати, видно саму деревню. вот, по-моему, где-то вот здесь пещера небольшая. Да, вот он. вот такой. Тут, как обычно, писаки и вот сама пещерка. Там вот мусору накидали, как обычно. Так, ну и что-то, это расщелина такая, даже не пещера, а как бы расщелина. Так, достал фонарик, сейчас залезу, посмотрю, что там. Так, так, так. Ну, небольшая расщелинка такая, водой промыл. Видимо, просто и все, конец. Пещерка, пещерка. Ну, как-то вода там пробивалась, видимо, вот по этой расщелини вот как-то сверху или просто пошла так. Интересно, вот как я понял, что название вот этого поселка вот получила вот от названия даже не от названия, а вообще вот эта пещера дала название этому поселочку пещерка. как-то так. В основном все сюда едут посмотреть водопад, я понял. Ну, и много таких отдыхающих, которые вот на машинах вот приезжают именно поколбасить, покупаться. Вот, поэтому рыбалки особо, я так чувствую, не будет. Мы решили поехать дальше на Обское, в сторону Обского туда. Там сосновый бор, вот сосновый бор, там где-нибудь под Берска. Ну, от Берска влево, там хотим встать. Отсюда уезжаем. Ну, как здесь очень шумно, нам здесь не очень понравилось. Ну, на один раз так, чисто мы как и планировали здесь переночевать и отправиться дальше. Кстати, водопад можно использовать как утренний душ. Тема прикольная. вот вот эта чаша, про которую я говорил, там дети плюхаются, вчера видел. Вот там дальше тоже можно посидеть, там глубоко, вот там глубоко, ну, и под самим водопадом. Вот о чем я говорил, вот, если видно, все в траве, все дно усыпано, как ковром. Ребята вчера на моторе ходили, видел, вечером проплывали откуда-то оттуда, с устья, а тут и вид. Ну, рыбаки по берегу уже ходят с удочками. Обожаю вытранный на озере на речке. Класс. Вообще. вытранный на озере Продолжение следует...